Студенты Дмитрий Андреев и Денис Ваньшин мечтают стать инженерами. Два года они трудились над проектом учебного квадрокоптера «Стриж». За это время молодые люди трижды модифицировали свое детище, испытывали квадрокоптер в воздухе и в помещениях. Изобретатели признаются, на одном из краш-тестов летательный аппарат даже пробил потолок. Спустя месяцы кропотливой работы Дмитрий и Денис создали уникальный беспилотник, не уступающий по своим характеристикам западным дронам. Чем он лучше своих аналогов, это его окончательная стоимость. То есть это не просто как технический проект, это также и бизнес-проект, как учебного материала для детей. И, соответственно, мы постарались его сделать так, чтобы он был максимально бюджетным. Коптер «Стриж» можно использовать не только для обучения детей пилотированию, но и для создания карт, а также снимать землю с высоты птичьего полета на фото и видео. Аппарат изготовили из композитного алюминия. Этот металл легкий и очень прочный, поэтому дрон обладает хорошей маневренностью в воздухе. Чтобы управлять таким коптером, сперва нужно изучить теоретическую часть. Для этого нужно, ну, сначала надо пройти, так сказать, полеты на компьютере, то есть, понимаешь, как управлять им, как отвечают левости, как отвечают за что правости. Потом приходить к самой практике. Чем больше практики, тем лучше, конечно же. По словам руководителя Самарского кванториума, дети, занимающиеся робототехникой, через 2-3 года практики имеют возможность создать уникальные изобретения, которые можно превратить в серьезные бизнес-проекты. В этом году на защиту финальную вышло порядка 50 проектов, и 30 из них уже сильные, с настоящими прототипами или пресс-серийными образцами. Сейчас выпускники кванториума трудятся над внедрением чат-ботов в систему пенсионного фонда и над программным обеспечением для Министерства образования, чтобы упростить работу с обращениями людей. Кроме того, юные инженеры создают системы «Умный дом» и программы для контроля и мониторинга дорожного движения в Самарской области. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События.